Народ, привет! С вами, как всегда, Серж. Сегодня приготовлю очень вкусную похлёвку. Это что-то будет между басбашем и шурпой. Для приготовления блюда нам потребуется вот такой вот натюрморт. Это картофель, говядина, я взял рёбрышки и часть лопатки. Ну, небольшой, вот косточка от меня осталась. Так, подсолнечное масло, горох, нут, чеснок, лук, обязательно перец болгарский, морковь, томаты, соль, ну и, соответственно, приправы. В приправах у нас содержится чёрный молотый перец, перец чили, паприка, кориандр, майоран, карри, мускатный орех молотый и пожитник молотый. Что-ли такое, я не знаю, но пахнет очень вкусно. Будем готовить всё вот в таком вот казане. Для начала нальём подсолнечного масла, маленько-маленько. И подождём, пока раскалится. Пока накаливается масло, нужно порезать лучок. Как нарезать лук совершенно не имеет значения, потому что он обжарится и всё равно потеряет свою форму. Так, проверим, раскалилось масло у нас или нет. Да, масло раскалилось. Выкладываем овядину. Выложил говядину, присолить маленько. Пусть поджаривается. Дальше продолжаем нарезать большое количество лука. Вот так, лук готов. Говядину будем обжаривать где-то минут 30, так что придётся маленько подождать. Не переключайтесь, будет вкусно. Вот так вот поджаривается мясо. Ну сейчас оно ещё, жир который есть, на нём растопится. И получится очень-очень вкусно. Да. Вот, мясо скворчит, поджарилось, вода всё испарилась. Вот так вот. Сейчас потихонечку, ещё минуток 10 поджарим. И добавим лука. Мясо поджарилось как мне нужно. В дальнейшем вот этот вот вкус, он передастся в поклёбочку. Добавляю луку. Перемешиваю тщательно. Пока мясо с луком поджаривается, нарежу морковочки. Морковку тоже можно резать как угодно. Можете пластинками, можете колёсиками, может соломкой. Это на вкусовые качества не повлияет. Можно вообще даже натереть. Вот так вот. Морковки достаточно. Ух, ух. Мясо получается очень аппетитно. Выглядит просто аппетитно. Если бы готовили бас-баш, то мясо нужно было бы варить в воде до готовности. А когда делают шурпу, то поджаривают вот так вот мясо. Но шурпа делается без гороха нут. А я делаю с горохом нут, и ещё добавляю сюда помидоры. После ещё в конце добавлю чесночок. Ждём. Смотрим. Вкуснятина. Вот так вот лучок поджаривается. Луком никогда не испортишь блюдо. Тем более в восточной кухне. Лук вообще шикарно здесь сочетается с мясом. Так, лучок золотистого цвета стал. Добавляем морковочки. Закрываю. И нарезаю помидорки. Остатки помидор. С огорода. Вот так, вот так. Тоже не заморачивайтесь, режьте как угодно. Всё равно всё это дело сварится, спечётся и превратится в жижку. Помидор нарезал. Можно нарезать болгарского перца. Удаляем. Удаляем. Всё. Ещё тут жёлтенький есть перчик. Свободно удаляются семена. Не надо как-то там возвращаться. Зарезаю. Всё в произвольной форме. Самое главное готовить с душой. Практически вся заправочка готова. Перемешиваю. Морковочка, лучок уже подпрел как нужно. Сейчас морковочка припустится маленько. Добавлю сюда томаты и болгарский перец. Ну прям хочется уже так просто поесть это мясо. Вот это вкуснятина. Всё. Поехали помидорки. Перемешать. Минут 5. Помидорки потомятся. Добавляем перец. Красота. Вправляем перец. И картошечку. Вот такими нарезать можно кусочками большими. Перемешать. Запах, 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 запах самый вкусный. Так. Маленько подсолить. И картошечку загрузить. Закрываю. И оставляю минут на 20. Всё дело протомиться. Открываем. Перемешиваем. Добавляем нут. Специи. Воду. И оставляем томиться ещё на минут на 15-20. Вот это вот вкуснятина получилась. Палитра цветов. Жёлтый, зелёный. Цвет мяса. Вкусно. Так. Так. И ещё. Осталось добавить нут. Горох. Я его ложу практически в самом конце. Потому что я люблю, чтобы горошек был плотненький. Вот. Но предварительно он был размочен. В магазинах он уже продаётся размоченный. Маленько пророщенный. Я добавил ему водички. Сегодня с утра. Он вообще размок. Получился обалденный. Вот такой вот горох. Я даже посадил пару штучек. Посмотрю, смогу ли я вырастить или не смогу. Очень вкусный. Всё. Сейчас солью воду. И добавлю в наш суп. Так. Наверное, вкусный. Ну. О. Сюда. Ещё раз перемешать. Картошка уже практически готова. У неё до половины она готова. Вот она разламывается свободно. Так, закидываю лавровый лист. Раз. Два. Обязательно. Не забываем. Вот такие вот приправы есть. Я вначале говорил, какая смесь из чего состоит. Это чёрный молотый перец, перец чили, паприка, кориандр, майоран, карри, мускатный орех молотый и пожитник молотый. На такую вот кастрюлю, здесь, наверное, литров 10 точно есть. Добавляем. Раз. Два. Две с половиной ложечки. И заливаю всё водой. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А это не тараканы. Ещё чуть-чуть водички. Крышечкой на шестёрочку ставлю. И всё это теперь дело варится минут 20. Гурманов и профессионалов, кто умеет готовить правильно басбашами шурпу, прошу не судить. Я готовлю так, как мне нравится. Сочетание всех приправ, овощей, мяса, именно вот мне нравится вот в таких вот пропорциях. Так что ждём готовности. Не переключаемся. Прошло 20 минут. И наш очень вкусный басбаш-шурпа уже должен быть готов. Проверяем. Всё готово. Картошка сварилась. Можно даже попробовать. Оп. Да. Картошка готова. Но на самом деле, всё это дело должно ещё постоять какое-то время. Если это дело постоит ещё час-два, всё пропитается теми специями, которые я добавил. Но сильно уж очень хочется кушать. И вот так вот я, наверное, сюда наложу. Мяска. А самое вкусное ещё будет дальше. Берём чеснокодавилку. Уложим чесночок. Можно даже не чистить. И вот так вот выдавливаем всё это дело. Со свежим чесночком. Это будет умопромрачительный вкус. Так, ну что, попробую произведение искусства очередное. Вкус насыщенный специями. И вот эта вот фишечка. В конце добавить свежего чесночка. Это выше всех похвал. Ну что, ребята. Хлебать мой суп. До скорых встреч. С вами был, как всегда, Серж. Пока.